И всем привет! С вами в очередной раз подлодка Team Lead Crew, книжный клуб, уже какой-то, наверное, пятый или шестой, надо было посчитать заранее. Тем не менее, сегодня у нас «Радикальная прямота» или «Радикальная искренность» от Ким Скотт, она же Radical Candor, в зависимости от того, как кто переводит. Вот, книжка такая интересная, очень трендовая, может быть, сейчас уже в 2021 году чуть поменьше, но вот буквально несколько лет назад была прямо ого-го, там все писали про то, как это круто, как теперь менеджерам, здорово и понятно, как жить. Вот, еще раз напоминаю, книжный клуб, формат открытый, Жене и Антону привет, они ворвались с камерами, с микрофонами, класс. Ребята, кто без камер, врывайтесь с камерами, ну или хотя бы тоже с микрофонами, потому что чем нас больше, тем живее, веселее и бодрее будет обсуждение. Вот, все, вступительная часть закончена. Наверное, смысла спрашивать, кто прочитал книжку? Нет, я думаю, мы все. Мы вчетвером, наверное, прочитали. Ярослав, ты прочитал? Ну, нормально. Первую половину, да? Она самая интересная. Ну, она же такая, там, она как раз делится на несколько частей, там нужно, наверное, читать все, чтобы понять весь смысл. То есть, там недостаточно прочитать половину, искать, ну, я там примерно понял. Там они про разные. Слушай, Женя, а может, тогда ты начнешь вообще про вот, про свои впечатления от книжки? Ну, давай, да. Я, честно, дочитал до конца, вот прям вчера закончил дочитывать. Мне книга понравилась. Я ее обязательно буду рекомендовать другим к прочтению. На мой взгляд, это такой хороший взгляд на эффективный, но гуманный менеджмент. Когда ты и команде делаешь хорошо, и бизнесы делаешь хорошо, и в целом, у тебя какой-то такой человечный, откровенный, понятный подход. И, собственно, где руководитель не отдельный какой-то небожитель, а просто член коллектива, который работает со всеми рядышком и пытается всем сделать хорошо. Ну, короче, мне понравилось. Спасибо. Хорошо. Слушай, а можешь еще, может, сразу тогда сказать, вот, а что ты имел в виду, когда говорил, типа, вот надо всю прочитать, чтобы все это в связке, в связке понять? Ну, там просто книга, она на нескольких частей делится. В первой части вообще говорится об идее радикальной прямоты, о том, что тебе и люди, и дело небезразлично, и при этом ты выдвигаешь жесткие требования и к себе, и к окружающим, и принимаешь такие жесткие требования относительно себя от окружающих. И там вот эта тема обсасывалась достаточно долго, где-то треть книги. И дальше уже какие-то более, наверное, конкретные примеры, как внутри команды, внутри коллектива какие-то внедрять новые идеи, внедрять новые практики, циклы вот такие, которые там что-то обсудить, объяснить, там внедрить, показать, проанализировать. Вот этому много времени уделено. В конце там тоже какой-то побольше практических каких-то историй из ее жизни, побольше работы вот такого people management с мотивацией людей. И получилось как будто, не знаю, несколько книг в одной, книги три, наверное, в одной. И поэтому, если будете читать, читайте, наверное, все, потому что там действительно разные темы затрагиваются. Окей, да, в принципе. Ну, она, да, согласен, что она поделена так вот четенько на части. Они логически друг с другом нормально идут в понятном порядке, но действительно там не то, что книжка вот про какую-нибудь там одну тему, и вот они там со всех сторон ее обсасывают. Не, нормально. Для, сколько там, 350 страниц, по-моему. Примерно, да. Да, три книжки по 100 страниц, плюс там 50 страниц туда-сюда. В общем, прикольно. Так, Антон, давай, ты готов из машины что-нибудь? Да, я читал до колеса выгорания, про которые рассказал Женя. Объяснить стрелочкой, переделать. Началось же все это с одного из выпусков про Radical Candor на конфе. Ну, тот выпуск для меня вообще был очень странным, с итогом «Нормальное дело и нормально будет», и я думал, что и книга будет про то же самое, но я был прям удивлен некоторым поворотом внутри глав, который успел прочитать. Ну, я забыл про эти моменты, которые меня удивили. А так, конечно, мощная книга. Я прям проникся идеей. Окей. Ярослав, что-нибудь хочешь сказать про книжку или... Слушайте, я, наверное, давайте пять копеек, конечно, вставлю, но я чувствую, что я пойду не туда, и вы меня поправляете. Меня очень сильно смущает мысль о том, что за Radical Candor, за этой идеей, все как-то чувствуют радикальность условно. Ну, типа, есть всегда соблазн оправдать свое невежество, вот эту жесткость и прочие вещи. Именно... Ну, то есть, берешь, просто хамишь людям, издеваешься над ними и говоришь, я просто искренен перед вами, вы просто все плохие люди, нехорошие, и вообще я вам книжку прочитал и тому подобное. Ну, то есть, всегда остается вот этот соблазн переиначить контекст на свой лад. Вот это вот у меня страшное опасение есть, и особенно с жестким, давайте скажем так, постсоветским менеджментом, всегда есть опасение, что прочтут не так, и мне кажется, нужна какая-то пояснительная записка к этой книжке, в принципе. А там разве нет в книге прямо явных городатов, там же такие четыре квадрата, где это радикальная искренность, а где какая-то там токсичная какая-то искренность, ну, типа, где ты просто задолбываешь людей, и ты мудак, и тебе на все наплевать, ты просто самоутверждаешься за счет других. И там, ну, вроде как бы это явно описано, тут, наверное, просто человек, ну, если он будет таким радикальным мудаком, скорее всего, он это будет сам понимать, он просто будет как-то нелепо оправдываться, ну, вот там в книге так написано. По сути, если ты читал книгу, там же, мне кажется, явное пояснение есть. Там еще и добавлено то, что это даже не самый плохой вариант, если ты агрессивный мудак. В принципе, стало понятно, как работать. Да, там есть вот этот вот поинт про то, что, ну, по сути, единственная альтернатива вот этой радикальной прямоте с фидбэком с точки зрения автора, это вот это вот, не знаю, как это, явная агрессия. Будем переводить ее так, не знаю, как она правильно переводится. Вот, в том смысле, что, ну, как прилинкованная такая вещь, она говорит о том, что это отчасти объясняет, почему какие-то очень плохие люди, плохо себя ведущие пробиваются наверх. Потому что они, это те, кто могут дать какой-то фидбэк, пусть это будет жестко и так далее, но это лучше, чем если человек ничего тебе не скажет, и в итоге все там и останутся, где они есть. Понятно, что классно быть классным, и обо всех заботиться, и челленджить прямо, и вот это вот все. Вот, ну, типа, если я ее правильно понял, то топ-2 — это вот этот вот агрессивный мудак. А вторая крайность, которая меня смущает, это то, что, наоборот, ну, то есть все строится на идее, что есть люди, которым мне все равно, но довольно часто в нашей компании люди приходят ради денежки, ради того, чтобы не было скучно, у них есть свои приоритеты и прочие вещи, и, ну, условно, там, то, что мне надо быть, там, радикально искренним или честным в отношении своих коллег, это я понимаю зачем, там, я могу книжку прочитать, могу еще какие-то выводы сделать, понять, почему это полезно, но как, грубо говоря, убедиться, что люди с таким же майндсетом, как продать эту идею, как объяснить зачем и надо ли это делать — это другой вопрос. как бы, то есть одна крайность про то, что я могу воспринять, это не та, другая крайность, как люди вокруг меня это будут воспринимать, будут ли. Ну, это хорошая идея про то, что не все равно, она может действительно тебе не все равно, как ты такой энтузиаст, может быть, ты, не знаю, там, совладелец бизнеса, конечно, тебе не все равно. А есть чуваки, которые приходят деньги отрабатывать, но, тем не менее, даже им же, может быть, не все равно, им просто, может быть, не все равно, немного по-другому. Здесь ты там, капец, допустим, ты совладелец, ты причешься там о бизнесе, о прибыли, вот, все, тебе вот так не все равно. Тем, кто приходит за деньги работать, им, допустим, может быть, не все равно, и с ними это можно также там обговорить, донести, что если они будут принимать какие-то там, не знаю, плохие решения, то им будет тяжелее работаться, им будет сложнее, не знаю, там, поддерживать продукт, им будет там неудобнее поддерживать продукт. Ведь в конце концов не только же ведь они деньги получают, но они имеют какой-то определенный комфорт от работы. И вот чем, и вот этим им не все равно, им не все равно, насколько они какую-нибудь там комфортную или некомфортную работу будут выполнять, насколько у них будут в коллективе взаимоотношения нормальные. И с этой стороны тоже, мне кажется, можно к мотивации людей подходить и объяснять, и тем самым, может быть, даже подталкивать людей к тому, что им на самом деле не все равно, может, они как бы об этом и не задумывались, а мы можем дать понять, что можно сделать чуть получше. И, допустим, это будет какая-то нематериальная мотивация, но мотивация какого-нибудь комфорта. Им окажется тоже не все равно, они это подхватят. Давай я тут немножко парирую, потому что звучит это все хорошо, а мое опасение только в том, что, чтобы прийти в ту точку, о которой ты говоришь, надо пройти через неприятную точку в виде вот этой притирки, научиться нормально воспринимать условно критику и понимать, что эта критика направлена на конструктивное русло и прочие вещи. И это условно человеку, который находится в локальном комфорте, нужно на довольно, ну, это не неделя и не две и не месяц может занимать, это может занимать довольно длительный промежуток времени. Нужно выйти из этой вот локальной комфортной штуки, где он находится. Ну да, как бы проект не сильно быстро движется, ну да, как бы я вроде бы задачки делаю, и меня даже подбешивает мой менеджер, еще много чего меня подбешивает, но в целом мне норма. Ты предлагаешь не напрячься, очень сильно пострадать ради какого-то вымышленного комфорта и, скорее всего, ради того, чтобы там условно кто-то получал больше денег, а мне с этого ничего. Вот эта вот история, она наталкивает меня на мысль, что не факт, что для всех такой майндсет приемлемый, в принципе, и, возможно, это есть некий критерий отбора людей в команду, то есть готовность жить в такой парадигме. Ну да, понятно, что, наверное, нет какого-то майндсета, который для всех был бы приемлемым, но в данном примере, вот, наверное, была бы хорошая работа менеджера, у которого есть такой работник, который вроде что-то делает, ему вроде окей, но его менеджер подбешивает, и вот как раз в этом случае работа менеджера была бы объяснить, если я тебя подбешиваю, ты мне говори, ты мне давай предъявляй, я постараюсь сделать так, чтобы со всеми этими проблемами разобраться, возможно, в результате этого я и сам менеджер свою работу стану делать лучше, и тебе, возможно, будет комфортнее, но для того, чтобы это случилось, мы должны друг с другом поговорить, не скрывая, не отмалчиваясь, не стесняясь, не боясь, не как-то ругая за критику, а просто мы откровенно поговорим, кому что нужно, кому что там комфортно, некомфортно, и уже, но это же ведь как раз и ведет к радикальной прямоте, все друг другу сказали, предъявили, есть какой-то даже профессиональный конфликт, не переходящий на личности, но для этого две стороны должны быть готовы, ну да, кто-то должен инициировать это и явно показать, что. Женю, не стесняйтесь, и все будет окей. Ладно, давай попробую еще раз, последний раз набросить и обобщить, потом пойдем дальше. Смотри, допустим, но опять же, ну здесь, честно говоря, ты не продал и не убедил, но натолкнул меня на мысль, как можно начать это делать. Наверное, если человек против, то заставлять его нет смысла, можно показать ему, как потенциально человек выигрывает от прямоты. И, наверное, если я буду приходить и говорить, что все плохие люди, и вот здесь неэффективно, там неэффективно, здесь можно лучше и вообще, то я не знаю, как это воспримут. Но я могу попросить людей в отношении меня поступать радикально прямо и пообещать им, что им за это ничего не будет. Если они таким способом... Да, мне кажется, Женя понял мысль. Да, это говорит о том, что ты действительно не дочитал до конца книгу, потому что с этого и рекомендуется начать. Вы всегда показываете на личном примере, вы говорите, все, начинайте с меня, вам за это ничего не будет, давайте вот на моем примере, давайте эти дела развивать. То есть вы объясняете, зачем вы это делаете, не просто так, все, давайте меня критикуйте, давайте, я прям кайфую от этого, плохие слова про меня говорите. Нет, вы объясняете, что, говорите, да, окей, любые там, там же дальше идет в книге, что все равно люди могут, ну, допустим, как бы, ну, в российской ментальности, скажешь, критиковать, скорее всего, тебя там обложат, но тем не менее, возможно, где-то в других, более, может быть, западных ментальностях, там сложнее критиковать, поэтому там были примеры, что все равно люди стеснялись начальников критиковать, им предложили анонимочки, какие-то писать, вот анонимный ящик, туда закидываешь записочки, и потом у тебя там начальник-директор, он прям может при всех вот эти вот зачитывать штуки, какие-то к нему там критики, какие-то предложения там неудобные, еще что-то, и объяснять публично, что это потому, это потому, здесь, да, вы там правы, здесь я там буду делать по-другому и так далее. И вот, да, со своего личного примера, да, это всегда, да, любое практически внедряется со своего личного примера, глупо было бы надеяться, что ты приходишь как начальник, такой, я тут книгу прочитал, сейчас я вас тут всех обсирать буду, давайте, погнали. Вот, ну, мне кажется, да, Ярослав, вот видите, книгу не дочитал, а сам уже вот настолько опытный, что сам придумал концовку такую же, как автор придумал. Это говорит о выдающихся способностях менеджерс. Или я всем соврал и прочитал книгу и присутствовал. Или о других выдающихся способностях, да. Я бы, наверное, две штуки тут добавил, вот по поводу вот этого топика, да. Одна это вот именно такой тактический тул прикольный, который там где-то в книжке был как раз вот про начинание с себя, как раз, да, где вот она говорит, начинаете там, первое, что вы делаете, это говорите, ребята, короче, мне теперь радикально прямо говорите. И менеджер берет там условно рядом со своим рабочим местом, ставит вот какую-нибудь досочку, делит ее на эти магические квадраты и просит людей после там любого, ну, наверное, в офисе, конечно, хорошо работал, когда досочка стоит, сейчас можно как-нибудь по-другому делать, но не суть. В общем, просит людей оценивать фидбэк. То есть менеджер тебе что-нибудь сказал, ну, и ты ему берешь и стикер куда-нибудь клеишь в эти квадратики, как тебе показалось, он с тобой был там честен, нечестен, заботился о тобой, не заботился о тобой, вот это заботился о тебе, не заботился о тебе. Вот, вот это вот все. Такая прикольная тактическая штука, туллинг такой, который можно использовать. Интересно, как это, наверняка будет супер непривычно изначально, там, ты кому-то что-то сказал, там, ты там плохо поработал сегодня, и человек такой тебе стикер куда-нибудь клеит в этот правый верхний квадрант. Сложно представить, но я думаю, можно. Вот, это первая штука. А вторая про то, что вот эта вот вся история с радикальной прямотой, с вот этим вот всем, она, ну, по крайней мере, как я это понял, она поддерживается именно вот этим вот доверием и каким-то личным отношением, когда там, ну, словно, начальник, ну, скажем, должен заботиться о своих людях, о своих подчиненных. Соответственно, когда люди понимают, что он о них действительно заботится, что ему не все равно, в таких условиях ты можешь принять вот там более прямую какую-то реплику, критику. А если это чувак, который там, которому на тебя наплевать, то, естественно, от него ты будешь любые критические замечания в штыки воспринимать. Вот такие вот две мысли. Согласен. Там же, я почему и тоже сказал, что это такой гуманистический менеджмент, потому что у нее сквозит, сквозь все ее истории, что ей не наплевать на людей, а она там воспринимает, там готова беседовать о всех проблемах, там как-то поддерживать. Она знает каждого в команде, знает там его какие-то особенности. Если, конечно, ты какой-то руководитель, который раз в месяц только встречается с сотрудником чисто, чтобы там пообсирать его, ну, наверное, ничего хорошего, ты как мягко это не подавай. Он скажет, блин, что-то фигня какая-то, только один раз в месяц встречаемся, и критика сплошная. А здесь она вот говорит там, попробуйте, не знаю, из своего кабинета выйти, там по офису походить, посмотреть там, как люди работают, пообщаться там, поспрашивать. Попробуйте тут со всеми на обед сходить, там еще что-то. Ну, то есть такой прям человечный подход. Вообще точки социализации – это важно. Я просто думаю, что часть людей все равно не купится на это. Ну, то есть я могу представить себе команду, в которой будет культура молчания. То есть именно надо как-то простимулировать, сделать первый шаг. Даже, типа, говорите все прямо, мне ничего не будет. Все будет как-то сгибаться, и все постараются слиться. Я могу представить себе такую ситуацию. И, наверное, здесь я могу предложить только один шаг. Это провести небольшую рефлексию над собой и выписать свои хреновые стороны. Прям написать о себе в третьем лице, мол, я ректор, вот, не знаю, на встречу опаздываешь. И это влияет на всех. Пойти к кому-нибудь, кого ты знаешь, и попросить его от своего имени сказать чего-нибудь нехорошего в твой адрес публично. Инсценировка, да. Вопрос, насколько ли это корректно делать, если мы говорим про искренность радикальную. Но мне кажется, это какой-то шаг, который подтолкнет. Но если ничего другое не помогает, то, ну, а что делать-то? Надо же что-то делать. Возможно, и такие мовы. Тоже вот, вспоминая из того, что в книжке написано, по поводу, как, тоже, наверное, две вещи вспомню. Одна это по поводу, вот, как получать от людей вот этот вот фидбэк. По-моему, там один из рецептов, он такой интересный, ну, так, несколько шагов. Один, который она предлагает, это не, как бы, не отступать со своим вопросом, если люди на него не отвечают. То есть ты, как бы, спрашиваешь человека, ну, давай, скажи мне что-нибудь плохое. Он такой молчит. И ты молчишь. И молчишь, и молчишь, и молчишь. Рано или поздно он сдастся и вынужден будет что-нибудь сказать. Вот. Ну, я немножко утрирую, но, как бы, идея с вот этим вот молчанием, она там есть точно в книжке. Вот. И второй момент про то, что когда тебе все-таки что-то сказали, ты не можешь это проигнорировать, сказать там, типа, ну, и сам дурак, и уйти. Если ты так делаешь, то, ну, сорян, она перестает работать. Ты на первые фидбэки активно реагируешь, говоришь, да, здорово, классно, спасибо, супер. И вот это вот все. В общем, всячески людей вознаграждаешь за то, что они сделали этот первый рисковый шаг. Вот какие-то такие штуки мне вспоминаются оттуда. Там еще помимо того, что ты молчишь и пытаешься из человека выжить, там у нее даже был вариант, я не знаю, насколько он жизнеспособен, но почему бы не попробовать, когда кто-то говорит, да ладно, блин, все нормально. И она предлагает сказать, слушай, что-то как-то, ну, блин, мне кажется, ты больше вот хотел сказать, но то ли стесняешься, то ли там боишься, давай. Ну, то есть еще раз уговорить, дать шанс человеку еще раз ответить на этот вопрос и сказать, что, да, скорее всего, ответ, ладно, все нормально, он, ну, в любом случае, не искренне, редко у кого бывает, что ладно, все нормально. Вот, и, ну, на ее взгляд это помогает, на мой взгляд, не знаю. Тут вот у меня сомнения. Я теперь в лагере Ярослава, здесь у меня небольшие сомнения есть, что если человеку сказать, он станет как-то вот сейчас тебе вдруг внезапно стеснялся, а потом по-другому сформулирует. Ну, мне кажется, да, здесь какая-то, какая-то такая долгосрочная должна быть культивация этой культуры и обязательно на каких-то примерах и в первую очередь на себя направлена. Только так люди смогут потихоньку, постепенно как-то раскрепощаться, что ли, и как-то откровенно высказываться каких-то прям быстрых шагов. Я тут тоже не могу представить. Ты предложил хороший вариант про вопросы таможенника, я их так называю. Когда ты приходишь декларировать чего-нибудь в красном коридорчике, тебя не спрашивают, ну, тебя спрашивают, что у вас? Ты говоришь, ну, у меня вот там столько-то бутылок вина. Тебя не спрашивают все, тебя спрашивают, что еще? И ты такой, блин, а что же у меня еще? И вот эта вот история с... Ну, вот тебе обратная связь, типа, клево, что такая еще? Давай еще. Это все? Ну, ты не спрашиваешь, это все. Сама формулировка вопроса подразумевает какое-то продолжение. Это прикольная мысль. И где-то через пять минут ты лежишь и плачешь, рассказываешь о своем тяжелом детстве. Работает же. Кстати, вот про тяжелое детство, ну, вот и про немножко к предыдущей теме возвращаясь, да, про вот это вот такое, заботу о людях и так далее. Мне тоже вот я когда читал, показалось, что действительно она заботится и все такое, но при этом вот там есть какой-то фрагмент в книжке тоже с практическими советами. Это типа, держите у себя там в столе носовые платки, водичку, чтобы когда люди, когда разговаривают с вами, расплакались, вам было, что им предложить. Дадите им платочек, дадите водички попить, они передохнут. И ты такой, ага, так, как-то это интересно. Что же, ну, то есть, насколько действительно радикальная вот эта вот прямота, если реально она в книжке должна об этом написать? Ну, она же рассказывала, что и к ней тетка приходила и постоянно рыдала. Не то, что та ее доводила, а просто та приходила что-то рассказывать и постоянно рыдала. Может, у нее какой-то такой, после нее психологическая травма сложилась, она стала платочки держать. Я не хочу обливать людей. а потом салфеткой вытирать. Я просто тут еще вспомнил свой недавний опыт. Ну, грубо говоря, была ситуация, когда, скажем так, меня сложно вывести, но можно как бы довести до состояния, когда я немножко заведенный. И человек, прежде чем дать мне обратную связь, спросил прямо, типа, готов ли ты принять сейчас обратную связь или мне потом прийти. И это, ну, типа, я никогда такого раньше не встречал. Да, типа, мы даем обратную связь, когда нам хочется, а не когда ее готовы принять. И вот это меня как-то так подстегнуло, что, наверное, не всегда надо давать. И клево, что меня спросили. А если бы ты каждый день говорил, не, я сегодня не готов. Интересно, когда бы чувак перешел к активным действиям? Я думаю, он бы просто меня не нанимал. Понял. То есть это на собеседовании тебе сразу сказали, готов ли ты? Ярослав. Извини, это во время работы был, ну, просто был момент, когда все хорошо, все по делу, без перехода на личности, честно. И это там не что-то суперагрессивное, просто человек берет во внимание не только то, что ему нужно довести ту мысль, которую ему нужно донести по понятной причине, но еще и то, что есть разные моменты, и в эти моменты я по-разному воспринимаю ту мысль, которую меня доносят. значит, он либо хорошо тебя знает, либо тебя все-таки не так тяжело довести, как ты говоришь, и он уже выучил эти моменты. Ну, или он всегда спрашивает, так сказать, согласие на обратную связь, тоже, в принципе, да, почему нет, хорошая привычка. Если ты так делаешь всегда, то тебе это, ну, тебе не надо об этом задумываться. По сути, это что там, 10 секунд ты спросил, готов? Человек говорит, наверное, чаще люди говорят, готов, все, хотя фиг знает, но мне почему-то кажется, что чаще люди говорят, готов, но вроде как они психологически готовы к тому, что ты не там, не из ниоткуда навалился, и давай им рассказывать, а как-то даже психологически подготовил, тоже дополнительный бонус. Блин, меня сейчас натолкнули на другую дурацкую мысль. Есть куча моделей удачи обратной связи, там, всем им любимый булшит сэндвич, коин, коэл, биво и так далее, вся вот эта добротень, и все они, как бы, не афишируют то, что это обратная связь, а ты просто, там, можешь рассказывать про чувства, ситуация, действия, то, как это исправить и тому подобное, но ты никогда не обозначаешь, что вот сейчас я буду давать тебе обратную связь. И, возможно, ну, типа, вопрос такой, а важно ли сам факт обозначения того, что там будет даваться обратная связь, или нет? Потому что, мне кажется, это на что-то влияет. Тут вообще непонятно, как понимать, понимать, насколько нужно явно выделять, что это обратная связь. Я имею в виду, что ты, я не знаю, смотришь какой-нибудь pull request и такой, дорогой коллега, сейчас я буду давать тебе обратную связь. Вот у тебя, значит, в этом платье что-то вот такое не так. Ты дал, а потом прошло там, не знаю, 10 минут, ты у него еще что-то нашел, сейчас, а сейчас ты готов принять обратную связь? То есть, в какой момент надо уточнять, что все, сейчас, блин, будет серьезно, сейчас обратная связь. А в какой момент ты просто, ну, реагируешь, спрашиваешь, там, что-то узнаешь, как-то комментируешь, когда этот переломный момент наступает? И может быть, если это какие-нибудь, не знаю, специальные там one-on-one, фидбэк-сессии, тогда как-то там, типа, а вообще сейчас ты готов на one-on-one, вот вы слушаете, вот у меня там типа накопилось. Ну, может, там человек не поел, голодный, злой, и он не готов. Это да. А если просто в какой-то бытовой работе, каждый раз, прежде чем что-то прокомментировать, спрашивать, готов ли человек его слушать, ну, мне кажется, это такой типа over-engineering. Ну, кстати, да, может, действительно, каждый раз не нужно. С другой стороны, ты можешь эту идею как бы по-разному заворачивать. То есть, ты можешь не спрашивать, типа, ты готов к обратной связи? Ты можешь, например, там, я не знаю, сказать, типа, слушай, я бы хотел вот с тобой обсудить вот этот последний pull request. Окей? Вот. И человек такой, ага, типа, сейчас вот мы будем обсуждать последний pull request. Он понимает о чем, что, куда. Слова немножко меняешь. Ну, наверное, да, каждый раз не будешь так делать, но вот так вот по-разному как-то эту же идею заворачивая, ну, вот на такое, на согласие, на какое-то обозначение контекста, оно, наверное, хорошо будет работать. Ну, да, согласен. Каждый раз с наскоку врываться к человеку, наверное, тоже, да, не самая корректная идея. есть разные приемчики, скажем так, у менеджера, и чем больше их, тем, естественно, это выглядит, да, нас там учатся всяким вещам, и есть универсальная формула обесценивания чего-то. Это регулярно с одним и тем же человеком общаться по одному шаблону, который будет неважно какой это шаблон, да, если ты в течение там недели, там, пять дней даешь обратную связь по булшей сэндвичу, то, наверное, человек, ну, начнет реагировать на это все, как будто бы, там, ты пытаешься на него наезжать, или используешь какой-то, ну, или еще что-то. Мне кажется, любую практику довольно легко обесценить регулярно повторить. Самое страшное, что там есть там, ну, не знаю, базовые приемчики, которые сложно отследить за собой, они как слова-паразиты встроятся в нашу речь. Например, есть хороший приемчик экспертного мнения, да, если ты хочешь что-то подчеркнуть, что это крутая штука, ты всегда можешь сказать, я ее рекомендую в обсуждении. Но если ты там, в течение 20 минут в отношении 10 вещей скажешь, вот, бла-бла-бла-бла, рекомендую, бла-бла-бла-бла, рекомендую, бла-бла-бла-бла, рекомендую, то, скорее всего, ты будешь слыть человеком, который либо не обладает достаточным количеством вербальных навыков, чтобы объяснить, что хорошо, что плохо, либо у него просто плохо со вкусами, и ему все нравится, он все рекомендует. Либо тем, кто рекомендует только офигенные вещи. Конечно, да. Согласен. Кстати, вот мне кажется, исходя из вот этой вот идеи обесценивания повторением, вот как раз идея радикальной прямоты, она как раз и избегает этого, потому что в ней нет никакого дополнительного такого-то вот там bullshit-сэндвич, еще что-то. Сначала ты тут, не знаю, о погоде поговорил, потом говна накинул, потом еще раз там о здоровье спросил. В ней нет ничего. Ты просто говоришь, что все, чувак, вот здесь так, здесь не так, давай решать, давай придумать. Все максимально прямо, по делу, ничего другого нет. То есть тут сложно что-то обесценить, тут нет никаких дополнительных ритуалов. Я вот еще хотел вкинуть. Мы смешали обратную связь и пол-реквесты. Мы обратную связь даем по рабочим процессам, которые надо по рабочим моментам, которые стоит обсуждать, или мы действительно связь там, о каких-то достижениях говорим, потому что очень странно. Про регулярность у меня вот возникла такая идея, связанная с этой прямотой. если мы все тогда разговоры сведем к обратной связи. Ну, если мы пол-реквесты сводим к обратной связи, то значит все остальные разговоры у нас будут звучать как обратная связь с человеком. И в целом, если к этому придут и будут все на это нормально смотреть, то тогда, наверное, и достигнутся. Будет достигнута вот эта прямота, когда каждый твой разговор, это прямо тебе в лицо кидают сэндвичем какой-то стороной в тебя попадет, это уже твоя проблема. Ну, я тут не знаю, чем особо отличается обратная связь по какому-нибудь пол-реквесту, который к тебе пришел, по коду, который кто-то написал, и обратная связь по, не знаю, каким-то вещам достижениям, которые человек сделал в работе. На мой взгляд, идея в том, чтобы по любой профессиональной деятельности, будь то написание кода, будь то, не знаю, поведение в команде, будь то достижение каких-то там конкретных результатов, в любом случае ты даешь человеку комментарии по его работе, но не те комментарии, которые тебя никто не просит, ты лезешь, как скотина. В целом, то есть ты видишь какую-то проблему, и ты человеку об этом говоришь. Там же идея была в том, что ну вот она и начинала с этих примеров, что там допустим кто-то у кого-то были слова паразиты, и она нам подошла и говорила, слушай, все классно, ну то есть у тебя презентация хорошая, но слова паразиты все портят, вот тебе бы от них избавиться было бы хорошо. У кого-то там еще какие-то проблемы-то, а, кто-то не мылся там, то ли дядька, то ли тетка какая-то не мылась. И вот она сказала, блин, ну вот правда проблема, если от этого избавишься, то с тобой будет приятнее, комфортнее работать другим. Тот человек начал мыться, и потом вот у Ярослава тоже у него проблемы с ним это было. В смысле, ты не мылся или кто-то другой не мылся? Нет, все хуже. Ко мне пришел человек с просьбой объяснить другому человеку, что ему надо мыться. Это классическая ловушка менеджмента, когда тебя заставляют решать личные проблемы других людей. А как ты, кстати, вот с этой ситуацией был? Вот сейчас посмотрим, насколько это было радикально прям. Давай так. Я могу сказать, что мягко говоря, ситуация для меня закончилась некорректно. И с тех пор для себя я сделал вывод о том, что если кто-то ко мне приходит с запросом решить его проблему личностного характера именно с другим человеком, то я как бы говорю, чтобы он решал ее самостоятельно. Сливаешься как манеджер получается. того, потому что я не папа и не мама, и мы все как бы выстраиваем взаимоотношения с людьми вокруг нас, и если я тебе сегодня помогу, то завтра у тебя будет проблема еще более странная, и завтра я тебе еще помогу, все станет еще хуже, и в конечном итоге я буду тебе слюни подтирать, потому что ты там, не знаю, кто-то тебе не нравится, что-то тебе не нравится, и ты не состоянии решить проблемы сам. Ну, банально, почему так? Потому что мои действия развивают беспомощность, я не хочу развивать беспомощность людей. Ну, это ловко уходишь. сейчас ты говоришь о проблеме, о которой человек сам не попытался решить, и к тебе пришел, или он попытался, у него не получилось, он такой помогает. Нет, он пришел с конкретным запросом, объясни ему, что ему надо решить свои проблемы, и я как бы окей. А он сам как бы даже стартово не пробовал объяснять? Нет, конечно, нет. А, я понял. А вот смотри, а если бы он попробовал объяснить, ну, не получилось, и вот тогда бы он к тебе пришел, это считается, что ты уже можешь ему помогать? Почему один? Вот в чем вопрос. Хорошо, сколько раз он должен попытаться объяснить? Почему он один? Почему не вдвоем? Окей, не можете решить проблему сами, я вам помогу решить проблему, мы договоримся о чем-то. Но моя роль в этом процессе это фасилитация, а не там директивное управление кем-то, чем-то и тому подобное. Понял. Может, теоретически, кстати, ты можешь не решать за человека его проблему, а научить его решать такие проблемы, ну, или как-то помочь ему, я не знаю, может, он как бы ну, как вариант, да, может быть, он не хочет, может, он просто не умеет, да, он не знает, как вообще можно это облечь в слова, такую мысль, чтобы человека не обидеть. В этом случае нет, это на самом деле, ну, там, спустя много лет у меня было много времени подумать об этом всем, и конкретно эта ситуация связана с тем, что люди чувствуют хорошо неуверенность других людей, очень много разных эмоций, там, проявлений себя мы плохо распознаем, особенно если у нас плохо развита эмпатия, но вот неуверенность другого человека в чем-то мы чувствуем очень хорошо, и мы умеем ее очень хорошо эксплуатировать, с учетом того, что формально и официально это был мой первый там менеджерский опыт, это была одна из первых недель моей работы в роли менеджера, официально, на меня все люди спустили всех своих неуверенность собак, потому что прекрасно понимали, что я очень неуверен в себе, я боюсь что-то сделать не так, я буду соглашаться на все, и это самое лучшее время для, скажем так, перемен в лучшую сторону относительно их, какими бы безумными запросами их не были, так что, наверное, это не очень относится хорошо к идее там Radical Condor, но косвенно как-то так, я, наверное, хочу закинуть вопрос про когда, потому что вот мы уже косвенно коснулись когда, надо ли спрашивать, давать, не давать, обесценивать, не обесценивать, возможно, есть, ну, то есть, обычный флоу работы, он состоит из кусочков, мы делаем работу, мы даем обратную связь, мы делаем работу, мы даем обратную связь, в остальное время мы там, может быть, думаем о чем-то еще, но бывают там реактивные моменты, ну, условно, у нас лежит продакшн, мы его, значит, всеми силами поднимаем, кто-то, значит, совершает какую-то страшную ошибку и там отбрасывает нас на 10 минут назад в решении этого инцидента, и тут мы, значит, начинаем ему давать честную, прямую, обратную связь, чтобы избавиться от проблемы, наверное, есть еще другие ситуации, когда надо, скажем так, повременить задачу обратной связи. У него вопрос, наверное, регламентирует ли как-то Radical Candor, когда не стоит давать прямую обратную связь, или надо всегда? Интересный вопрос про, то есть там, по-моему, не сформулировано в формате не стоит, там скорее в формате как стоит, ну, опять же, если я правильно вспоминаю, там посыл в том, что чем ближе обратная связь к ситуации, тем лучше, чем она более мощная. В этом плане, конечно, да, если мы все еще, условно, продакшн все еще лежит, и мы уже, и мы все еще в ситуации, то тут, наверное, да, лучше там подождать окончание, окончание кризиса, но при этом вот там сразу после это самое классное время, потому что все по горячим следам, факты здесь, вот, все близко. И в этом плане тоже такой интересный такой пример наблюдения, опять же, из книжки, который там был, что самые там крутые и мощные менеджеры, с которыми она работала, давали обратную связь прям вот, ну, грубо говоря, между митингами. Вот там они идут куда-нибудь с одного митинга на другой, и вот тут же тебе и говорят, что вот смотри, мы сейчас тут были, то, сё, пятое, десятое. То есть это буквально такой small talk, но с каким-то смыслом. И вроде как это лучший вариант. Не знаю, как я понял. мне тоже так показалось. Я не помню, чтобы она прям сильно внимание на этом акцентировала и какие-то вот такие ограниченные случаи, как Ярослав называл. Ну да, по-моему, у неё тоже были идеи, типа, чем ближе к самому происшествию, тем быстрее надо лучше давать обратную связь. как-то. А с другой стороны, даже поднимайте продакшн, кто-то косякнул и откинул на 10 минут назад. Ну понятно, что не надо развернуто что-то обсуждать, но опять же не давать обратную связь совсем, но тоже странно. Ты хотя бы скажи, блин, чувак, ты же откинул нас на 10 минут, ты больше так не делай хотя бы, но это уже какая-то обратная связь будет, мы сейчас подождем дофигозно, чем он дальше будет заниматься. Можно продолжить. Ну да, хотя тут такой интересный вопрос, наверное, вопрос определений в каком-то смысле, что мы называем обратной связью. Кто-то там говорит, что это условно говоря, все что угодно, все что происходит в мире, это обратная связь. Ты там ручку поднял, отпустил, она упала, обратная связь. С другой стороны, это обратная связь, это именно что-то там структурированное, когда у тебя ну или сэндвич, или situation, behavior, impact, или всякие такие коин и вот эти модели. Если ты делаешь все по науке и по ситуации, что-то не переходя на личности, говоришь, что это обратная связь, а если нет, то это какие-то другие инструменты. То есть там может быть, я не знаю, директивное решение, еще что-нибудь там выговор, ну там что-нибудь такое, а вот обратная связь, это вот вполне понятная определенная штука. Следуешь правилам, это обратная связь, не следуешь правилам, это что-то другое. Возможно, пора делать подлодку философия Крю, где прям вот можно весь сезон какое-нибудь одно слово, одно определение обсуждать, и чем оно является на самом деле. И есть ли такое вообще понятие на самом деле? Нормально, мне нравится. В принципе, да, каких только подлодок нет, их же много, теперь вот, теперь будет и такая. Класс, класс. Что-то от нас все поотваливались, я надеюсь, что Ярослав и Антон вернутся к нам. Во, развернулся. Вообще, вот из этих, из, как сказать, если возвращаться к книжке, наверное, вот из таких, из необсуженных, что ли, моментов, и даже редко обсуждаемых, на самом деле, я вот когда и книжку прочитал, и когда потом читал какие-то, ну, условно, обзоры, изложения или еще что-то, там очень часто говорят про вот этот вот квадрат, Рэдди Кандер хорошо, все остальное плохо, и там, ну, делают такое, как будто книжку одной мысли, хотя там есть вот этот вот пленду, чек-экт, цикл, расписанный на семь этапов, прикольный, а еще есть вот прикольная идея, которая мне лично понравилась, она немножко там, конечно, такая, в сторону силиконовой долины и все супергерои, но как бы идея все равно прикольная, про рок-звезд и супер-звезд в команде, когда у тебя есть, ну, люди, разные люди растут по-разному, хотят расти по-разному, еще и в разные моменты времени один и тот же человек, ну, и в разных ситуациях может вести себя по-разному и хотеть разного. Соответственно, нужно понимать, что происходит, чего человек сейчас хочет и как-то свои требования, я не знаю, вот это вот все адаптировать к тому, что происходит. Ну, и как такой условно простой пример, есть вот эти вот люди, которых она называет рок-стар, это человек, который круто делает свою работу, ему классно, он ее отлично делает и все здорово. И вот как с хорошими инженерами, ты классный инженер, ты делаешь свою работу классно, мы тебя промоутим до тем ли да. Зачем? Непонятно. Ну, не делайте так. У вас есть люди, которые классно что-то делают и мог, они не хотят расти вверх с космической скоростью, вознаграждаете их как-то по-другому. Да, согласен. Это действительно мы упустили эту тему, это очень классная тема, особенно вот как раз для вот этих рок-старов, которые просто делают свою работу хорошо и они во многих компаниях по ее примеру, да и по нашему примеру тоже, во многих компаниях они недооценены несправедливым образом, потому что, как ну, всегда наведу, вот, знаете, Вась там пришел, от джуниором, а через год он мидл, а через два у него сеньорская лычка, а потом он уже, и вот, смотрите, он пример эталон, остальные все, кто сидят пять лет на одном месте и делают хорошо свою работу, они все получаются как будто какие-то вообще типа ничтожества, вот, и там она хорошо эту идею развивает и подсвечивает то, что действительно вы этих людей, вы их мотивацию поймите, возможно им ничего не надо, вы их не теребите, вот они вам делают свою работу хорошо, вот и вы их любите, ценить, уважайте, и пусть они живут счастливо, вы с ними живите счастливо, их там нужной работы нагрузите, и все будут довольны, да, замечательная идея. А еще при этом вот про Васю, который рос, а других людей, которые делали свою работу, такой, ну, не из radical counter, но, наверное, такой накладывающийся комбоэффект, это еще про людей, которые чинят какой-нибудь пожар, они привлекают к себе внимание, естественно, они кажутся классными, а если ты в течение пяти лет классно делал свою работу, и косяков не допускал, и у тебя ничего не падало, то это, ну, просто суперкомбо, ты, ну, по факту, ты суперклассный, ты здорово делаешь свою работу, и у тебя еще и проблемы не возникают, ты их решаешь заранее, но, ну, очень легко таких людей не замечать. Ну, да, это как сисадмин, типа, у него ничего не происходит, пожар не горит, значит, он бездельник и дармоед, ну, про него так многие думают, а на самом деле он просто очень хорошо постарался, сделал это, ну, и все, сидит, просто под контролем держит. Да, 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 есть, есть такая тема. Наверное, из этих, из необслуженных тоже, вот раз мы стали так их вспоминать, в принципе, вот эти вот мысли, одна еще, которая мне понравилась, это про заботу о себе, тоже такая важная штука, про которую часто это суперлегко забыть, особенно, ну, особенно, если у тебя есть какая-то склонность, предрасположенность, в том смысле, что, если ты хочешь заботиться о других людях, и тебе на них не все равно, первый человек, о котором ты должен позаботиться, это ты сам, если ты выжат, как лимон, и бесполезный, то, ну, толку никакого, ни о ком ты не позаботишься, наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка, вот и тут такая же история, тоже мне очень понравилось. Да, согласен, я, честно говоря, когда до этой темы дошло, я ожидал, как-то она будет побольше раскрыта, и я этого не увидел, а может, я просто такой уже привередливый читатель, и много всякого почитал и повидал, и поэтому уж не показалось. Вот мы поговорили о темах, которые, в принципе, зашли и прикольные, но мне одна тема не очень зашла, я не знаю, почему, мне кажется, это как-то немножко из пальца высосано, когда ты, она предлагает своим сотрудникам задавать три вопроса, там, из серии, там, что тебя мотивирует, кем ты там себя чуть ли не там через два года видишь, и это как-то, ну, не знаю, на мой взгляд, притянуто за уши, и, да, ну, по крайней мере, в БТУ, вот, на практике, в реальности, ну, можете поговорить, там, что нравится на работе, что не нравится на работе, что бы хотел делать, ну, как-то так вот, о чем ты мечтаешь, какие твои там фантазии, вот, кем бы ты себя видел через пять лет, ну, я не знаю, у меня такого никогда разговора не было, и я бы, наверное, даже как-то себя не по себе чувствовал, если бы ко мне мой руководитель пришел, начал бы такие вопросы разговаривать, как-то, ну, может, я такой просто закрытый, может, у нас какая-то вот общество такое, другое, не знаю, у вас вот какое мнение было по этой части книги, если вы дочитали, она ближе к концу была, не все справились. Не все справились, да, в целом, короче, ну, такие у меня комбо мысли по этому поводу, и в одну сторону, и в другую, в одну про то, что, да, это такой очень, не знаю, мне кажется, более американский, что ли, наверное, разговор, в том смысле, что это больше принято в культуре, вот это вот American Dream, все дела, как бы, ты о себе можешь чего-то рассказать, там, вот это вот люди должны себя презентовать, и вот это вот все скорее умеют и учатся, и умеют, и при этом о них есть вот эта вот мечта, к которой все стремятся, вот это с одной стороны, с другой стороны, это вполне может быть такой шорткат, что ли, если можно так сказать, ну, или попытка шортката, вот как раз что мы говорили, что вот эта вот культура, доверие и прямоты, она строится долго, и вот это вот, вот эти вот разговоры, это попытка сделать это быстро, ну, потому что все равно у нее такой опыт из каких-то там быстро растущих компаний, ну, Google, конечно, тогда быстро не рос, когда она там работала, но тем не менее, вот это, когда ты приходишь, и тебе надо уже, уже сейчас, тебе через там год хорошая культура не нужна, тебе она нужна через месяц, и вот эта вот история про там три митинга, да, давай ты расскажешь мне о себе, ты просишь человека о себе рассказать и понимаешь, из этого пытаешься понять его мотивацию, потом ты пытаешься на втором обсудить с ним вообще о чем он, как бы, где бы он хотел оказаться в идеальном мире, где он себя видит, ну, типа не через пять лет, а вообще вот прям не сдерживая себя, как говорится, вот, и потом, соответственно, пытаешься поматчить вот то, где он себя видит, скиллы на, текущие скиллы на те, которые ему будут нужны, и каким-то вот таким вот образом пытаешься быстро-быстро, ну, не втереться в доверие, ну, как-то настроить вот этот вот контакт. Вот, мне кажется, ключевое слово втереться в доверие, оно вот у них, это, наверное, ну, как бы воспринималось не так, вот она работала в гугле, кстати, на тот момент, похоже, она же в оцензии работала, он как раз рос, развивался, то есть у них вот эта часть была динамическая. У них, может быть, да, было не так. Вот, ну, в условиях вот наших какой-то российской реалии, ты, может быть, подумаешь, что, блин, что этому менеджеру надо, что он, вот, правда, ко мне в доверие, втереть, вызнает, что-то какие-то мои там мечты, фантазии, что происходит, что у меня, проблемы, что ли, какие-то, в общем, мне кажется, немножко сложновато будет, это перефразировать под что-то более, ну, объективное нашей реальности, вот, опять же, там, разговаривать и о текущем, наверное, каком-то положении человека, там, что его там устраивает, не устраивает, о том, чем бы он в целом хотел заниматься в компании, чем бы он, может быть, не в компании вообще, так вот, по своей там, какой-то профессии хотел бы заниматься, объяснять, что это, ну, как бы ты пытаешься и его как человека понять, и в целом, возможно, может быть, там, работу ему, какие-то задачи подобрать, в которых он будет и хорош как работник, и будет себя более счастливым чувствовать, вот, ну, мне кажется, если так, то, то это неплохо. с этой мыслью тоже, тоже она мне и нравится, я с ней, наверное, поэтому и согласен, про то, что там явно проговаривается, вот, вот есть человек, там, он чего-то хочет, у него там есть какой-то, условно говоря, не знаю, план видения или что-то еще, и ты пытаешься поматчить как-то то, что задачи какие-то, и какое-то развитие, проекты проблемы, на то, что человек хочет, и это работает хорошо, потому что, ну, ты как бы и заботишься о человеке, ему это интереснее, короче, классно, ты не пытаешься там что-то за него придумать, или, ну, там, я не знаю, вот тебе, наверное, хочется настроить нам CD pipeline, это классно, вот, так не очень работает, вот, а не знаю, что еще тут, какие еще бывают, а бывает, когда тебе вообще все равно, и ты просто заставляешь всех делать то, что тебе кажется правильным, это вообще самый плохой вариант. Да. Вот продолжая то, что Женя говорил, всем же известно, когда менеджер спрашивает про мечты, это попытка выяснить, увольняешься ты или не вы, или не увольняешься, мы рассчитываем на тебя еще на три месяца, как минимум. Да, да, в наших реалиях это да. Надо, да, надо пояснять сразу, типа, к чему разговор, и что у человека нет проблем в связи с этим разговором. Кстати, да, история, когда тебя похлопали по плечу, твой начальник говорит, слушай, можем пойти, поговорить на пару минуток. Так. Ты приходишь, а он такой, слушай, о чем ты мечтаешь? Ой, да, это. Если ты не мечтаешь настраивать пайплайны, то у нас тоже сразу есть. Да, 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 это жестко. Да, то радикально, прямо. На всем лучшем книжкам, которые мы прочитали за последний год. Рож, это хорошо. Ох, что еще? Наверное, вот, или давай, Жень, ты. Да нет, я просто хотел сказать, что удивительно, что во всем этом разговоре, который у нас уже почти час продлился, не было ни одной шутки про невовлеченность и малоэффективность. А это, это актуально сейчас, да? Я как-то выпал из трендов. Да, в связи с радикальной приматой. Я радикально вовлечен на работе. Да. Ну, мне кажется, мы так примерно, вот, темы, которые в книге были, мы-то более-менее вроде и покрыли все. Мне тоже кажется, что так. Ну что, тогда мы тут час можем в любом случае официальную часть закрывать. Сейчас у меня должна быть где-то здесь кнопка. Она так много рассказывает о том, какой Джобс клевый. И у меня, сегодня я ехал, и возникла такая мысль, вот, когда говорят про то, какой клевый Джобс. У кого какой образ Джобса? Уже нового лыс без волос и водолазки или старого в пиджаке с волосами по плечи? Ну, я лысого представлял. Я тоже. Прикольно. У меня выключается телефон, я с вами проявлю. на этой мажорной ноте. Ну все, тогда на этой мажорной ноте. Сейчас я нажму закончить запись. Всем спасибо, кто пришел. Было весело. Увидимся на следующем книжном клубе. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok.